Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев и сегодня я нахожусь в городе Панагюриште в Болгарии в спортивном комплексе Арена Ассарел и я сейчас сделаю небольшой репортаж и экскурсию по небольшому музею, который расположен в этом спортивном комплексе для того, чтобы вы немножко больше узнали о спортивных традициях города Панагюриште, ну и вообще Болгарии. Давайте пройдемся по экспонатам музея. Мы находимся в небольшой экспозиции музея и здесь сразу мы видим первый стенд, который нас встречает. Это чемпионы мира, святомные шампионы на болгарском и здесь сразу же самая титулованная спортсменка города Панагюриште и вообще в Болгарии заслуженный мастер спорта Мария Оряшкова. Многократная чемпионка мира по самбо, многократная чемпионка Европы по самбо. Вот ее медали. Здесь у нас также чемпионка мира по стрельбе Анна Пелова. Чемпион мира по самбо Иван Нетов. Иван Нетов, чемпион мира и Европы, участник двух олимпиад по дзюдо. Он же является и директором этого спортивного комплекса. И вот здесь начало развития спорта в городе Панагюриште. Люди, которые стояли у истоков спортивной деятельности в этом городе. Иван Нетов, чемпион мира и Европы. Как мы видим, в этом городе очень много спортивных традиций по разным видам спорта и по легкой атлетике, по борьбе, по футболу, по тяжелой атлетике, к настольному теннису. Вот вы видите достижения спортсменов по настольному теннису города Панагюриште. Команда по гандболу очень сильная. Спортсменки – это женская команда, которые очень успешно выступают не только в Болгарии, но и на международной арене. Вот стенд джудаистов. Продолжение следует... Продолжение следует... Не только дзюдоистов, но и самбистов. Георгий Шишков, чемпион Болгарии, медалист европейский, первенство святой, чемпион мира среди ветеранов. Здесь на этих фотографиях мы видим Ивана Харкова, который в прошлом году стал чемпионом мира по самбо. А здесь он совсем на этой фотографии еще юный спортсмен. Вот здесь вот очень интересная фотография, историческая, первая команда по самбо города Панагюриште. Вот здесь даже есть фотография, первый медалист города Панагюриште по дзюдо. Первый даже чемпион Болгарии по дзюдо из города Панагюриште, Георгий Костурков. Здесь же многократный чемпион Болгарии и вице-святой чемпион по самбо Дмитрий Дмитров. Кристиан Нешев, Пермко Нунов, Георгий Шуманов. Николай Гушмаков. А также стенды под автомобилизм. Автомобилизм. Очень развит такой вид спорта. Здесь, видите, есть достижения по автомобилизму. Илья Царский, 19-ти кратный чемпион Болгарии и единственный болгарин, который выиграл Балкан-Адриатическую кубок. Развитие бадминтона в городе Панагюриште. И вот здесь также историческая справка о Пётр Семёнов-Велков, который развивал этот вид спорта в Панагюриште. Стенд Тэквон-До в городе Панагюриште. Тоже есть определенные традиции по этому направлению единоборств. Участники чемпионатов мира от Эквон-До из города Панагюриште. Также развитие баскетбола и волейбола в городе Панагюриште. Вот мы видим и команды женские и мужские. Спортивный комплекс Ассарелл-Арена построен благодаря поддержке Ассарелл-Арена. Ассарелл-Арена — это крупная компания, которая находится в городе Панагюриште. И практически которая содержит развитие многих видов спорта в этом городе. Поддерживает все спортивные начинания. А это человек, который много уделил внимания развитию города Панагюриште и разным направлениям культуры и спорта. В частности, вот этот спортивный комплекс был построен именно компанией, которую возглавлял известный космополит, профессор доктор Лачезар Цоцорков несколько лет назад, который умер. Но вот память о нем будет жить, наверное, в сердцах многих болгар и жителей Панагюриште. Здесь мы видим фотографии самых известных спортсменов, которые достигли больших спортивных высот в избранном виде спорта. Анна Пелова, Георгий Стайковский, Митко Грыблев, Николай Гушмаков, Иван Нетов, который возглавляет сегодня, директором является этого спортивного комплекса. Мария Оряжкова и Иван Харков.